В Леневской поселковой библиотеке состоялась презентация недавно вышедшей в свет книги под названием «Я помню. Книга рецептов Леневской библиотеки». Для поселка это стало значимым событием, так как авторы книги – наши земляки, леневцы. В тихом зале Леневской поселковой библиотеки собрались старые добрые друзья, постоянные читатели. Все в прекрасном расположении духа, тем более, что повод для встречи был выбран долгожданный и приятный. Презентация новой книги под названием «Я помню. Книга рецептов Леневской библиотеки». Почему «Я помню»? Потому что это, собственно, не книга рецептов, это истории о людях. То есть мы начали читателей спрашивать еще в начале этого года, собирать эти рецепты и истории. То есть там суть в чем, как вот этот рецепт попал в семью и какая интересная история с ним связана. Истории получалось, набралось очень много разных. Это истории с детства какие-то трогательные, веселых, наверное, больше всего. Вот именно трогательные какие-то моменты, которые вспоминаются, вот благодаря нам, при том, несколько человек говорили, что мы бы, может быть, даже это не вспомнили. Потом мистическая одна история есть, но они вот разные, разные совсем. Проявив инициативу создания своеобразной книги рецептов от леневцев, в библиотеке и подумать не могли, что их будет собрано такое количество. Оставалось решить денежный вопрос. Выпустить в свет книгу не только большая трудоемкая работа, но и дорогое удовольствие. На помощь пришел, кстати, выигранный грант от отдела молодежной политики из Китимского района. Следующий шаг – оформление книги, поиск дизайнера, художника, ведь, как известно, встречают по обложке. Делали нам дизайн-проект студенты и руководители даже графической мастерской Новосибирского государственного университета архитектуры и дизайна. Ну, то есть, это исключительно профессионально все было сделано. И поскольку это самодельная книга, непрофессиональная, то и дизайн такой немножко, вот как будто от руки отрисованный, ну, сложилось в целом все идеально, на мой взгляд. Подготовленная к печати книга появилась на свет в эскетемской типографии. Тиражом 11 экземпляров. На большее количество не хватило средств. Зато не пострадало качество книги. Хороший переплет, привлекательная обложка, яркие фотографии, сопровождающие каждую историю, и интересные иллюстрации. Все это смогли оценить читатели библиотеки, пришедшие на презентацию. Это было первым знакомством с книгой. Уважаемый читатель, дорогой друг! Книга рецептов Леневской библиотеки – книга о нас с вами. О нашей жизни, совсем не выдуманной, совсем обычной. Но она о дорогих нам людях, важных для нас событиях, памятных нам историях. Оттого в книге так много добра и радости. И этим душевным теплом мы с вами готовы делиться. Каждый, кто прочтет нашу книгу, почувствует его. Уважаемые авторы истории! Спасибо, что вы доверили нам свои воспоминания. Все вместе они, смешные, трогательные, удивительные, стали нашей улыбкой миру. 38 авторов, 38 историй, 38 рецептов. Творческий авторский коллектив разного пола и возраста, разных убеждений и интересов. Тем интереснее читать такие непохожие, но одинаково занятные истории жизни. Мама решила добавить изысков. Например, красный перец, который как раз увидела на полке в холодильнике свекрови. Раньше мама с этим перцем дела не имела, но была уверена, что он вкусный, ведь у свекрови не может быть плохой еды. Мама нарезала капусту, мелко порубила перец. Отправила все на сковородку. Блюдо выглядело, как в ресторане, пахло замечательно. Времени самой попробовать не осталось, поэтому мама положила все на тарелку и подала на стол. Свекровь была впечатлена. Повезло сыну с женой. И вот она пробует капусту, и ее лицо резко краснеет. Она начинает часто дышать и бежит за водой. Свекровь стала похожа на дракона, которая вот-вот станет дышать огнем. Перец явно был не болгарский. Но проверку на кулинарные способности мама все равно прошла, ведь они с папой еще много лет жили вместе и сейчас. Авторы истории, вошедших в книгу, читали их самостоятельно, во всеуслышание. Рассказы, не присутствующих на встрече авторов, озвучивала главный автор книги, заведующая библиотекой Светлана Верзакова. Ну а чтобы последовательность выбора стала объективной, применили метод жеребьевки, ну или игры в фанты. Все присутствующие доставали из коробочки свой. Каждая хорошо свернутая записка с номером страниц или сюрпризом была прикреплена к шоколадке, которая в качестве сладкого подарка доставалась тому, кто ее вытянул. Смайлик. А, смайлик. Не, ну это тот, у кого... Да, надо просто улыбнуться нам, мир. Миру жизни улыбнуться. Да. Похлопаем мне все! Вот это новый фант, фант импровизации. Такой случай жизненный. В общем, я не поступила после школы в институт, и мы поехали с подругами на работу. И пригласили, как предыдущий вот оратор, ну через какое-то время, в общем, в гости мальчика. Ну, все после десятого класса, девочки. Ну, какое блюдо? Макароны, это круто! В общем, макароны резали ножом, потому что никто не знал, что их, оказывается, надо в кипящую воду и промыть. А когда эту массу достали, ну чем-то мужиков надо кормить. Поэтому резали макароны пластиками и сверху клали сыр. Было очень плохо. Так, что там у нас? Ага, фейерверк. Вот это вот главный приз. Главный приз в том, что вы становитесь первым читателем этой книги. Мы ее больше пока никому не даем, а вы с собой заберете, будете ее читать дома уже. Одна из историй, записанных в книгу, увековечила имя автора. Михаил Васильевич Бутелин сторожил поселка, долгое время проработавший эпидемиологом района. Замечательный, добрейший человек. Усенью этого года скончался, оставив после себя светлую память, последнюю фотографию, сделанную специально для книги, рецепт приготовления рыбы и рассказ ему предшествующий. Поскольку Михаил Васильевич, мы все прекрасно знаем, был человек с прекрасным чувством юмора, рассказ его тоже самый веселый в этой книге. Рыбалка на дому называется. Я помню историю, которая чуть не подмочила мою репутацию заядлого рыбака. Решил я тогда побаловать друга жареными карасями, собственного улова, и пригласил его в гости. Занялся приготовлением, почистил рыбу, выпотрошил, помыл в чашке, и тут раздался звонок в дверь. Пришел гость. Я заторопился и в этой суете на автопилоте вылил воду вместе с карасями, в унитаз. Впустил друга, побежал скорее вылавливать рыбу из унитаза, чтобы не засорить унитаз. Нужно было видеть лицо гостя, когда он увидел, откуда я достаю рыбу. Мишка, ты где рыбу-то ловишь? Товарищ мой оказался очень чувствительным. Несколько месяцев потом не мог вообще на рыбу смотреть. Но позже я все-таки выполнил обещание, накормил друга отменными жаренными карасями. Спасибо вам большое. Книга рецептов Леневской библиотеки, безусловно, будет пользоваться спросом среди читателей. В безудержном ритме жизни нечасто удается позволить себе покоя и тишину наедине с книжкой. Однако это, состоящее из коротеньких рассказов и приложенных рецептов, может читаться где и когда угодно. Настроение скажет спасибо. Ко мне пришел кандидат мужья. Точнее, он считал себя уже почти мужем, а я еще об этом размышляла. Поедая с большим удовольствием мой борщ, будущий муж спросил, Настя, а это что? На ложке лежала красивая, жирная, сварившаяся гусеница. Капуста была из своего огорода, гусениц тем летом почти не было, поэтому капуста промылась мою быстренько и сверху. Всю дальнейшую жизнь я разрезаю качанно пополам, намачиваю в тазу с водой, и все, что лишнее есть, всплывается из капусты. Я ж дышать перестала и смогла только тихонечко сказать, это куркума. Будущий муж задумчиво выбросил куркуму в мусорку и заметил, я, по-моему, уже одну такую куркуму съел. И молча стал доедать борщ из тарелки. Встал, стоп, у тебя очень вкусный борщ. И я поняла, за него можно смело выходить. На льду он прорубил прорубь, достал мордушку и давай что-то там чинить, мастерить. А я парнишка озорной да шебутной, скучно мне без дела стоять. И не успел дед отвернуться, как я возомнил себя прыгуном с места на длинные дистанции через прорубь, ну и прыгнул. Прыгнул удачно, воображаемая толпа зрителей скандировала и просила еще один прыжок на виз. Прыжок, и вот он я, по грудь в воде, держусь локтями, за края льда и кричу дедушку. Не дождались кошки рыбку в тот вечер. Словно раненого товарища с поля боя вез меня дед на саночке в доме. С ног до головы растерли самогоном, замотали, словно ролл, в кучу одеял и положили рядом с печью. А дед мой, не пьющий совсем человек, дерганул рюмак, ровненный со стрессу. Больше он меня на зимнюю рыбалку с собой не брал. В настоящее время в библиотеке думают, как увеличить тираж книги. Доступных финансовых средств пока не имеется. Между тем, эта книга могла бы стать отличным подарком заезжим гостям, проводящим в библиотеке свои тематические встречи и вместе с тем неплохой рекламой и лидерским авторам. Субтитры создавал DimaTorzok